Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Проблемы создания и развития первичных профсоюзных организаций». Ведет занятие председатель секции скорой медицинской помощи Межрегионального профсоюза, Медицинского профсоюза действия, Валерий Бобинов Горьевич Славович. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Сегодня очередная у нас встреча. Буду рассказывать о профсоюзах, так как я представляю именно Медицинский профсоюз действия. И вы наверняка знаете, что профсоюз действий сейчас развивается, растет ширь. Но сейчас мы занялись в том числе и тем, чтобы качество именно первичек росло и чтобы каждая первичка понимала, как надо самой развиваться внутри, развиваться в коллективе, как притягивать людей с коллектива под свои знамена, чтобы решать свои насущные коренные интересы, ну и учитывать их. Ну и хочу начать свое выступление с ситуации, который наверняка тоже все знают, это ситуация в еврейском автономном округе, когда там в одном из районов демонстративно уволилась вся подстанция скорой помощи, то есть много человек решило пойти вот на такой путь борьбы за свои права, то есть взяли и уволились. Ну наверняка слышали, да, этот инцидент. Подключились все, включая нашего главного специалиста по скорой помощи, некто Багненко, все участвовали в ликвидации вот этих последствий, сразу стали говорить, что это злой умысел, нашли, что какой-то водитель, который это все порекомендовал, он в партии, коммунистической партии Российской Федерации, вот коммунисты виноваты вот в этом инциденте, но я хочу рассказать не об этом, а именно о том, что люди выбрали для своей борьбы именно один из самых неэффективных способов это вот взять, уволиться и в принципе на этом борьба закончена, вот именно в коллективе на этом борьба закончена. То есть мы сейчас стоим, именно наши активисты стоят перед тем, что большинство в моей отрасли, в медицине, ну и вообще в стране не понимают, что такое профсоюз, возможности профсоюза, возможности коллективной борьбы. Никто не читает Трудовой кодекс Российской Федерации, буквально на первых 30 страницах сказано, как надо отстаивать свои права, что нужно большинству коллектива, чтобы быть равноправными при заключении каких-то коллективных договоров, соответственно, надо быть равноправными сторонами и, соответственно, надо брать большинство, организоваться в какой-то коллектив, ну там указывается профсоюз, либо какой-то иной орган. Иные органы формулировка для многих непонятна, но непонятна до сих пор формулировка профсоюз. И вот я представляю профсоюз, которым понимают, что такое именно первичная профсоюзная организация, как с помощью первичной профсоюзной организации в составе профсоюза действия, он сейчас уже общероссийский, добиваться всего. И совсем недавно я рассказывал об опыте коллективных действий именно в городе Пензе. Это было как раз перед самым ковидом, перед самой первой эпидемией волной, они заключили коллективный договор. И вот этот опыт, осознание как раз того, что произошло в Пензе, он приходит только сейчас, потому что большинство медицинских работников, ну и, в принципе, вся страна была поглощена борьбой с новой коронавирусной инфекцией. И вот этот опыт, ну я считаю, что он грандиозный для нашей страны. Он остался как-то вот именно поглощен был этой эпидемией. И сейчас снова возникает большая потребность в коллективных действиях, а главное в осознании того, что есть примеры успешной борьбы совсем недавно. И мы, я постараюсь в этой, в этой своем выступлении вернуться и рассказать об этом опыте. Значит, вчера я был в нашей Ленинградской области как профсоюзник, то есть я координатор по Ленинградской области, как именно активист профсоюза действия. И я вчера приезжал в город Кириши и налаживал связи именно с сотрудниками Киришской больницы, соответственно, с поликлиникой и со скорой помощью. Меня там до этого, ну, как бы никто не знал, никто не видел. Это говорит о том, что, как бы, какие бы мы ни были там яркие, красивые, по большому счету, о нас никто не знает, и о профсоюзах, даже о таких альтернативных, как действия, которые, как бы, сейчас, в принципе, ну, я так думаю, что видны везде, оказывается, они не видны нигде. Поэтому личное общение никто не заменяет. Приехал, поговорил с теми, с кем удалось поговорить. Ну, и возникают одни и те же проблемы, что люди не понимают, для чего профсоюз. Говорят, что начальство будет против. Такие были слова. Не знают, к кому обращаться. Не знают, с чего начать. И вот, возвращаясь к опыту Пензы, в Пензе не то, что придумали, но воспользовались хорошо, вот, ну, не то, что новым, а появился такой инструмент в профсоюзе действий. Он разрабатывается также в других альтернативных профсоюзах. Это вот инструмент называется, как бы, площадка для того, чтобы пробить вот этот вот барьер между активистами, которые все понимают, что надо вести коллективные действия. И, большей частью, именно организации, ну, любой организации, которая далека от этого не понимает своих возможностей, не понимает, за что можно бороться. И понятно, что те активисты, которые начинают, образовав небольшую первичную организацию, допустим, с выжимкой кого-то договора ходить по заводу, либо по медицинскому какой-то организации, они попадают сразу под прицел начальства, начинается серьезное давление вплоть до увольнения. Потому что, еще раз говорю, работодатель понимает, что любое положение в коллективном договоре, за которое ратует конкретный активист, сулит ему миллионные убытки. А избавиться от этого активиста даже такими методами, как просто незаконное увольнение, незаконные пару-тройку выговоров, это, все равно, будет намного дешевле. Поэтому в нашем профсоюзе рекомендуют не высовываться сразу. То есть, если вы организовали ячейку, если это не пик борьбы, и вас не поддерживает большая часть коллектива, то надо, соответственно, в этом коллективе вести работу. И вот здесь вот этот инструмент очень пригождается. То есть, открывается площадка. Ну, мы используем непосредственно интернет такой, ресурс это ВКонтакте, и там открывается площадка. Если совсем надо активиста замаскировать, соответственно, площадку эту открывают люди знакомые. То есть, не такие вот люди с предприятия, а именно знакомые, которые могут помочь. Ну, может быть, из партии может кто-то помочь, из нашего профсоюза. Они открывают эту площадку и начинают приглашать людей. По 40 человек там можно пригласить в эту группу. Ну, и, соответственно, по тому, какую цель вы ставите. То есть, если конкретное предприятие, то приглашайте людей из конкретного предприятия. Обычно там указывается, где человек работает, либо есть возможности. В дальнейшем, когда уже есть какое-то количество людей приглашенных, уже можно потеряться в этих приглашенных и самому начать приглашать в эту группу. Здесь еще надо понимать, что у нас буржуазное общество и буржуазное сознание. Из того, какие вы ставите цели, соответственно, ясно, что у нас большинство активистов, ну, почти все активисты, даже в нашем профсоюзе действий, они так или иначе левого толка. Но входить туда сразу на предприятие с красными знаменами, это значит большинство отпугнуть. Поэтому под буржуазное сознание у нас идет следующее. Следующее. То есть, у нас идет... План составляется таким образом. Пишется актуальная статья по той проблеме, которая есть на предприятии. Ну, допустим, неправильно проведенная СОУД. Выводится в этой статье какая-то своя позиция. То есть, у нас на предприятии провелось СОУД, никто об этом не знал. Проведено, когда выключены были станки и так далее, и так далее. И ставят с позиции, как должно было быть. То есть, идет такая статья. Затем идет какой-то развлекательный... На следующий день развлекательная какая-то статья. Может быть, какой-то мем, какая-то картинка, какой-то калаш. Через четыре дня с помощью голосования, там можно голосовалку такую организовать, мы возвращаемся обратно к этой же статье. То есть, по этой статье спрашиваем. Ну, допустим, как вы считаете, как должно было провести СОУД? На каждом месте, не на каждом. Ну, и вовлекаем рабочих, либо сотрудников своего предприятия, своей организации медицинской, в обсуждение этой статьи, возвращаясь к этой статье. И по голосованию мы понимаем, что на данный момент думает хотя бы какая-то часть работников. И потом через день снова какую-то статью на заданную тему. Ну, то есть, если у вас уже есть коллективный договор, то есть проект коллективного договора, который вы составили, а составить коллективный договор на данный момент, я считаю, достаточно просто, то вы примерно представляете, какие вам... Не примерно, а точно представляете, какие вам темы точно надо продвинуть в своей организации, на своем предприятии. Но точно 7-то точно можно найти. И вот рассказывая, как бы между делом, вставляя вот эти статьи, не очень часто, допустим, раз в 5 дней, раз в 6 дней, раз в неделю, остальное такое какое-то интересное, просто интересное, вы тем самым вовлекаете людей в обсуждение. И делается самое главное, это подводится коллектив хотя бы под какой-то общий знаменатель. То есть, понимая, что если вы в этот чат с помощью своих друзей-соратников, какого-то организационного ядра включаете, ну, включили большую часть завода, ну, или там люди добавили друг друга, то понимаете, что ваша позиция на заводе, ну, или в моем медицинской организации, она понятна. Она понятна, она, скорее всего, приветствуется, потому что, ну, если есть какая-то подготовка, то ясно, что мы задеваем именно коренные интересы рабочих или медицинских сотрудников. И обсуждаем, и вводим это в обсуждение. Значит, ВКонтакте можно также комментировать непосредственно те или иные статьи. Те люди, которые входят в комментарии, то есть они, понятно, что они включились в, соответственно, в обсуждение этих проблем, к ним можно обратиться в личными сообщениями. Ну, соответственно, посмотреть, что за комментарии. Что да, мы выслушали вашу позицию, как бы давайте. И в дальнейшем с этими людьми можно общаться, и в том числе и привлекать для написания каких-то статей, либо в какую-то группу. Ну, в эту группу. И здесь работает еще такой момент, именно когда создается актив, вот этот вот актив, назовем это редакторский состав этого сайта. Ну, не сайта, а вот этой площадки. То, соответственно, вот этот вот редакторский состав, он в дальнейшем может быть и послужить как ядро. Именно ядро организации, вокруг которой сплачивается коллектив. То есть это, понятно, уже активные люди, они будут уже приучены работать по плану, потому что, чтобы организация работала, и в этой редколлегии нужно писать план на месяц, а лучше на квартал, чтобы все понимали, кто за какую статью отвечает, чтобы не было провалов, чтобы это работало как, ну, такой часовой механизм. Опять же, это организация, то, чего не хватает во многих первичных профсоюзных организациях. То есть многие просто, получается у нас даже в нашем действии, это профсоюз, человек-профсоюз. То есть нету человека, сразу организация рассыпалась. А здесь получается, что есть план, план на месяц и план на квартал, цели ясны, проект коллективного договора написан, сделана выжимка, по этой выжимке основные статьи, основной напор. Тем самым люди, постоянно обращаясь в этот чат, каждый день же пролистывают всякие мессенджеры, они видят, что происходит в коллективе, видят, что люди, во-первых, из коллектива ниоткуда-то со стороны, знакомы с проблемами. Ну и, еще раз говорю, пробивается вот этот вот момент, что люди не понимают, для чего вот этот вот профсоюз, для чего коллективный договор, для чего коллективные действия, и идет как бы воспитание коллектива. Ну, опять же, обращаюсь вот к этому, к еврейской этой... Ну и, кстати, вот насчет, вокруг чего объединяться, это использовали большевики вокруг искры. То есть, это вот как бы аналогия, которую можно использовать и сейчас. Ходили вокруг да около, а вот, ну, как бы, получается, что это можно прямо вот сейчас, ну, как бы в меньшем масштабе, но использовать в конкретной организации. Ну и возвращаясь к вот этому еврейскому автономному округу, люди, вот одноактовый балет. То есть, мы уволились, все, вся борьба на этом закончилась. То есть, если бы они обратились в профсоюз действия, им бы предложили другие варианты, и предложили бы там, допустим, угрозу увольнения, зачем увольняться, как один из факторов давления, не подписывать какие-то бумаги. Ну, мы бы нашли кучу вариантов и добились бы большего, нежели вот просто как яркая вспышка информационная, и на этом все закончилось. Также действовали, допустим, онкологи, ну, получается, три года назад в Москве. То есть, они вместе с Альянсом там как бы заявили о себе, уволились, все, никто не слышит о них, никто не видит. Ну, там, как будто обратно взяли. Но опять же, да, опять о том же, что не понимают люди, что такое коллективная борьба, не понимают, что если вы хотите что-то отстоять, что надо работать в плане, что надо ставить перед собой цели, перед каждым членом ставить цели, контролировать это все, вот эти нюансы надо пояснять, пояснять, разжевывать. Ну, и еще вот именно есть один момент именно вот с этим ресурсом. Когда вот, когда ты понимаешь, что вас очень мало, вот три человека, непонятно, знаете, вот, ну, когда общаешься с людьми, вот приходишь, говоришь, ну, вот мы вот эти. А здесь уже появляется такой вот субстрат, к которому можно присоединить. То есть, понимаете, да, что мы организация, мы работаем в таком-то ключе, наша задача, наша миссия, и объясняешь о том, что мы как бы формируем то-то, то-то там. Ну, у каждого свои реалии, но получается, что ты уже в организации, и к этой организации кого-то присоединяешь. И люди по работе этой организации понимают, да, она имеет влияние, и в дальнейшем. Ну, и вот, возвращаясь к коллективному договору, я как бы не шучу, что на данный момент очень просто написать коллективный договор, но не коллективный договор, а именно проект коллективного договора. Это достаточно, еще раз повторюсь, очень сделать просто. Исходя из своего личного опыта, я просто взял коллективный договор именно докеров, первого контейнерового терминала, один из лучших, именно там, 2006 года. Он есть, соответственно, в бордовском формате, на сайте фонда рабочей академии, я взял этот коллективный договор, изменил слово докер на медик, потому что там, ну, и докер используется не очень часто, там в основном, ну, эти работники используются, термин, и все остальное касается нас. Ну, я уж совсем такие узкие темы, которые не касаются медиков, ну, изъял, это не очень долго, это все делается за один день. И есть еще такое понятие, как отраслевой израиль, отраслевое соглашение. Отраслевое соглашение есть у каждого, у каждой отрасли. Если вы не понимаете, как вот предприятие ваше, в какой отрасли состоит, вы можете посмотреть в реестре в едином этих предприятиях, узнать откуда. И, соответственно, если ваше предприятие относится к той или иной отрасли, автоматически то, что принимается между отраслью и профсоюзами, то, что называется отраслевым соглашением, оно должно выполняться на месте. То есть, у нас есть положительный опыт, допустим, в строительной отрасли, когда работники, которые видели, что отраслевое соглашение не выполняется на конкретном предприятии, осуживали это через суд. То есть, это должно выполняться, и мы, соответственно, ну, конкретно я в тот проект коллективного договора, который в основном переделал у докеров, я ищу туда отраслевое соглашение, причем есть отраслевые соглашения по регионам, и вот региональное соглашение именно в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, оно по медицинской части одно из самых сильных. Я туда это вставил, ну, и плюс я провел анкетирование среди своих работников, именно своих коллег, и выяснилось, что те рамки, вернее, за что готовы побороться именно сотрудники, их, они достаточно невысоки, и докеры уже давно за это, ну, они уже за это поборолись, у них это жизнь, мы как бы только собираемся за это бороться. Поэтому еще раз повторюсь, основа именно коллективного договора докеров первого контрейнерного терминала именно 2006 года, но я, может, сейчас не помню точную цифру, может, 2007, но оно там одно из первых, самое лучшее, и отраслевое соглашение, ну, и надо, естественно, знать то, что за что именно работники будут бороться, потому что есть определенные вещи, которые именно прописаны до рубля, до сантиметра, например, в Пензе, у них борьба складывалась следующим образом, то есть они, начиная с 1 января 2019 года, начали обращаться небольшой группой в различные инстанции для того, чтобы отменить те положения именно оплаты труда, которые снизили им за воротную плату аж до 12 тысяч там для водителей, они обращались в различные надзорные органы, и только через 4 месяца постоянных отказов пришли к тому, что нужно создавать профсоюз. Профсоюз они создали на основе бригад, опять же, да, бригады смены, это вот организации, уже они организованы внутри, но они вот создали еще внутри профсоюз, входило 18 человек, и они выдвинули конкретные требования, это повышение, доведение зарплаты до среднего по региону, ночные 100%, то есть конкретные требования, ночные 100%, оплата за работу по одному 100%, и с этими требованиями вышли на главного врача. Главный врач проигнорировал создание профсоюза, и тогда они, уже проводя разъяснительную работу в коллективе, в мае провели первую итальянскую забастовку, то есть банальная работа по правилам, одна длилась 56 часов, после этого уже правительство региона пошло им навстречу, и была разработана дорожная карта для того, чтобы, ну, дорожная карта постепенного повышения зарплаты до тех норм, которые установили сами сотрудники. В забастовке уже участвовало 135 человек. И первый этап был выполнен уже в июне, в коллективе видит, что профсоюзное движение помогает добиваться именно хороших результатов, и уже в конце августа в профсоюзе было 900 человек, и профсоюзом, центральным органом, был уже поставлен вопрос о том, чтобы заключить коллективный договор, потому что нету такой нормы, как дорожная карта. Дорожная карта существует только в голове чиновников и на бумаге, то есть, например, если взять целиком отрасль, который называется здравоохранение, которое осталось в основном медициной, уже здравоохранения не осталось, то, соответственно, нету единого, у Министерства здравоохранения нету единого плана развития отрасли, все подано на регионы, а в регионах существует дорожная карта, которую, в принципе, можно не выполнять, потому что это никакой документ. То есть, если ты не выполнил дорожную карту, тебе за это ничего не будет. Ну и, соответственно, мы пришли к тому, что если у вас уже 900 человек в профсоюзе, то оставалось там буквально до половины коллектива, по-моему, человек 200, вот, и предложили заключить коллективный договор. Ну, вопрос, что взять за основу коллективного договора, то есть, ну, проект, где проект коллективного договора, так как там, еще раз повторюсь, я врач-врач, да, там у меня два высших образования, у меня не получилось заключить тот проект коллективного договора, который я написал, потому что у меня не получилось опереться на коллектив. Там был коллектив, там уже были победы, митинги, да, вот это вот заключение дорожной карты, причем там на себя взяли именно основную нагрузку медбратья, то есть люди со средним образованием, медбратья, анестезисты, и вот они делали то, что не получилось, соответственно, в той компании, в которой я участвовал в своей организации, хотя, казалось бы, да, у них был такой внутренний стержень, вокруг себя они объединили, достаточно большой костяк там был, и взяли они как раз проект тот, который у меня не стал коллективным договором, они взяли мой проект, они внесли туда те требования, за которые они стояли горой, потому что у нас разные реалии по оплате труда, еще раз говорю, во всех регионах разные системы оплаты труда, и приходится иногда долго въезжать, на что там ориентировано, с чего они толкаются, ну, то есть, ну, различные, иногда непонятные соседнему региону, вот что, как вам там платят, ну, вот сделали конкретно под Пензу, именно вот эту часть оплаты труда, ну, еще кое-что, и получился хороший добротный проект коллективного договора, и юристы КТР сказали, да, тут одно из самых лучших коллективных договоров, туда включено, в принципе, все самое лучшее из современного трудового законодательства, ну, то, что они на тот момент знали, и вот получился проект, и вот он, этот коллектив, было проведено еще несколько акций, в том числе и митинги, и без труда большая половина коллектива, а там это надо понимать не только Пензы, но и соседние районы, которые вокруг Пензы, получилось большинство коллектива, и люди вышли на переговоры, именно профсоюзная организация первичная в Пензе и вышли на переговоры с... даже, ну, понятно, не со своим главным врачом вышли на переговоры, но за главным врачом стояло все правительство, включая там Министерство здравоохранения Пензенской области, ну и все правительство. Мы допустили один просчет, то есть мы не воспользовались вот такой классной вещью, как освобождение именно переговорной группы от работы на три месяца, то есть освободили всего лишь одного лидера, Пашу Кузнецова, и то только на один день в неделю, когда вот именно были переговоры, чтобы он был точно готовился к этой встрече, тем самым, я думаю, и затянули из-за этого переговора, если было пять и освобождено, то, соответственно, побыстрее бы пришли к итоговому результату. Все это затянулось на три месяца, соответственно, туда, в Пензу, выезжали наши активисты, включая там сопредседатель Коновала, когда совсем затянули, туда выехал наш юрист для помощи, но сами по себе вот эти медбратья, они вели себя грамотно. Ну, во-первых, они сами по себе поднимались именно в юридических различных тонкостях, проходя сквозь вот эти все препятствия, ну, в том числе и вели себя правильно, то есть, когда они не понимали, что там происходит, о чем им говорят и как их засыпают, ну, то есть, когда терялись, они просто говорили, мы здесь представляем именно работников, мы сейчас выходим, говорим вашу позицию, в том числе консультируемся и снова возвращаемся к переговорам. То есть, они не скатились к тому, что вот эта группа решает за всех, то есть, они все равно опирались на коллектив. И когда пришло время опираться как раз, когда пришло время подписывать коллективный договор, это было уже в январе 2020 года, буквально за три месяца до эпидемии, соответственно, в день подписания им положили на стол совершенно другую бумагу, подготовленную в Министерстве здравоохранения Пензы. Они посмотрели на это все и сказали, если мы сейчас не подписываем то, о чем мы договаривались в течение трех месяцев, мы начинаем снова забастовку. Ну, и дальше шли долгие часы ожидания, и вот они подписали уже между 22 и 23 часами именно тот коллективный договор, проект коллективный договор, который обсуждался в стенах в течение трех месяцев. Потому что они понимали, что люди не шутят, люди уже, у них были уже акции, уже были коллективные действия, они понимали, что коллектив знает, как бороться, знает, как проводить именно итальянскую забастовку, потому что нам на скорой, понятно, забастовка обычная, ну, условно запрещено, не сказать, что совсем запрещено, но там возникает куча тонкостей, о которых думать не надо, это только загружать людей. А вот эти вот простые моменты, когда идет сначала угроза забастовки, потом первый этап, второй этап, и всем понятно, что с третьим этапом скорая может сама по себе встать. Ну, и основной момент еще был именно вот этого сайта, ну, вот этой площадки, это то, что подслушано у медиков Пензы, что она была не закрытая сообщество, а открытая. То есть вы сами должны понимать, что медицина, она существует не для медицины, а медицина, она существует для населения. То есть если нет медицинской помощи, соответственно, страдает в первую очередь население, потому что медики-то сами себе внутри своей корпорации помощь как-то окажут. Найдут врача, найдут медсестру, все найдут, и в клинику нужную положат. А именно население страдает в отсутствии медицинской помощи. И вся информационная кампания, которая проводилась именно в Пензе, она была направлена как раз на то, что вот посмотрите, медиков не хватает, бригад не хватает, разрушен автопарк, машины гнилые, не хватает медикаментов, не хватает много чего. Это все зависит от каких-то непонятных чиновников, их всего там несколько человек, которые просто хронически недофинансируют эту область, именно здравоохранение. Это население все видело. Все эти посты прямо публиковались, как только получалось каждый день какой-то новый пост. Все знали, что происходит на скорой. И не только работники, которые участвуют в этих коллективных действиях, но и вся общественность знала и поддерживала. И если надо, привлекались и, ну, понятно, центральные, вплоть до центральных каналов. Еще была такая интересная акция, она провели, то есть, понимаете, людей много, они понимают, за что они борются, они борются за свои коренные интересы, и победив, они повышают в том числе качество и доступность оказания медицинской помощи в городе Пензе. И вот они провели, например, такую акцию, там как раз в июле была прямая линия с президентом, и они договорились одномоментно, ну, в течение часа посылали смс-ки на горячую линию, то есть, там 900 человек участвовало в этом процессе, и когда 900 человек посылают, то там, понятно, все мониторы одной и той же смс-ки, почему в Пензенской области низкие зарплаты на скорой помощи, там еще где-то, и как бы президент там говорит, что, ну, прям, ну, вы знаете, какой регион, надо посмотреть, и как бы, в том числе и такую акцию можно провести, ну, представляете, да, то есть, тогда это тоже людей воодушевило, плюс был митинг, то есть, митинг разрешили на 100 человек, где-то там, в каком-то парке, труднодоступном, приехал 250, но смысл было именно объединиться, почувствовать плечо друг друга, лозунги покричать, ну, и это все снять, тоже, это именно митинг, именно в поддержку акции, а не то, что однократная какая-то акция, это было просто запланировано в компании, плюс было еще такое понятие, как акция «Белый бинт», то есть, администрацией была проведена политика, что их никто не поддерживает, эту итальянскую забастовку, никому это не нужно, это какие-то маргиналы, что-то там хотят, ну, и, соответственно, решили, что кто поддержит акцию, повязывает «Белый бинт», ну, и там, стали выходить в интернете, тогда флешмоб, назывался, ну, называется флешмоб, что вот «Белый бинт», и тогда куча-куча фотографий, что, ну, люди почувствовали, что их поддерживают. Это тоже все освещалось на этой площадке, и еще раз говорю, это вот, мы сейчас только осознаем, насколько это эффективный инструмент, именно, именно когда ты находишься уже в понимании, что надо вести коллективную борьбу, но при этом тебя еще не понимает коллектив, потому что, смотрите, мало того, что буржуазное сознание, еще как хочется всего много сказать, то есть, ты понимаешь, что за твоими плечами уже там год, два, три, ты читаешь, смотришь ролики, участвуешь в каких-то дискуссиях, но ты во всей организации такой один, на тебя уже смотрят, как на щепенца, непонятно что, но опять твои какие-то там красные идеи, не красные идеи, когда говоришь, ну, подождите, какие красные идеи, я сейчас вам говорю просто об экономической борьбе, я тебе вам говорю, я вам настаиваю на том, что, ну, вот сейчас мои требования, которые я хочу до вас донести, это просто меньше работать, больше получать, меньше работать, опять же, во вредных условиях, ну, и как бы это все не доходит, это надо как-то по-другому подать, а времени на это практически нет, то есть, особенно в медицинской отрасли, когда, во-первых, мы сейчас разъединены этим ковидом, во-вторых, мы загружены настолько, то есть, все уже почувствовали, да, вот эта нехватка медицинского персонала везде, хотя все работают на полторы, там некоторые на две ставки, выгорают, ну, и еще раз говорю, как бы не до чего, еще многие переболели ковидом, и есть такое понятие, как эстения, то есть, когда ты ходишь вяло, и когда ты там худеешь, непонятно, когда ты сам по себе в профессии выгораешь, а еще и вот такая последствия болезни, которая помогает выгорать еще больше, плюс эти несразмерные нагрузки, и вот это вот как раз тот ключ, который может открыть, в принципе, ну, как бы, вот в таком коллективе уже, который уже атомизирован полностью, может открыть дверь как раз к тому пониманию, что есть такое дело, как коллективная борьба, и вот с чем мы сейчас столкнулись, это непомерные нагрузки, это разговоры, разговоры начальства о том, что мы полностью защищены, при этом на деле мы видим, что практически нет, это о том, что этих кадров хватает, медицинских, то есть, да, сейчас провели статистику, и сказали, что вот у нас сейчас уровень, как раз Советского Союза, по 19-му году статистика была проведена, насыщенность медицинскими кадрами, как при Советском Союзе перед развалом, но я обратился, как они считали это все, выяснилась такая забавная ситуация, это, допустим, врач, если переходит с работы на работу, допустим, два раза в году поменял место работы, получилось уже три врача, и, соответственно, вот и, в принципе, насыщенность, а так как люди сейчас не понимают, что хватит уже бегать с работы на работу, то есть, если вам здесь плохо, и вы перебежите на дорогу работу, что-то изменится, кардинально ничего не изменится, и, в принципе, вот этот вот круг более-менее нормальных организаций здравоохранения, он сужается и сужается, как регионально, то есть, люди с регионов решают свои проблемы, переезжая непосредственно в другие города, ну, допустим, в Москву, в Питер, и, вот, допустим, здесь, в Питере, начинают искать лучше-лучше место, но круг еще раз сужается, и без внутренней борьбы коллективов ничего не получится, то есть, допустим, в моей организации нам три года, два года назад сократили отпуск за вредность, это было еще до ковида, но сейчас всем понятно, чем меньше ты с ковидом сталкиваешься, тем ты здоровее, в принципе, будешь, то есть, вот этот отпуск за вредность, это вот сейчас самая актуальная вещь, за которую надо бороться, потому что люди, которые сами системы еще недавно работали на полторы ставки, это считалось как бы нормой, сейчас это не выдерживает, то есть, нагрузки, 24 часа работать, из них, ну, часов 8 находиться вот в этом полиэтиленовом костюме, ну, образно, полиэтиленовом костюме, как бы, ну, такое очень удовольствие-то маленькое, вот эти красные зоны, когда там санитарки находятся, ну, вернее, весь практически персонал, особенно средний и младший, находятся все 24 часа в костюмах, когда не выполняются вообще никакие нормы, то есть, там, 4 часа поработал, какое-то время отдохнул, нет, они как одевают, так и в этом ходят, понятно, что в таких условиях тяжело выполнить рекомендуемые нормы, и на все это закрываются глаза, и все это техники безопасности, и все остальное, ничего там, в принципе, ну, из-за такого подхода не выполняется. Здесь еще должен сказать, что вот мы медицинская организация, мы, профсоюз действий достаточно успешные, в плане того, что роста борьбы за свои права, особенно коллективные, коллективные действия, еще раз повторюсь, говорил им неоднократно, любые коллективные действия, даже 20% коллектива у нас всегда приводит к победе, потому что сейчас против коллективных действий, особенно грамотно поставленных, в плане компании, у именно администрации сейчас никаких рычагов нету, ну, опять же, Пенза, да, показала, что чуть-чуть больше 50% было, и сейчас с ними решают все вопросы, все вопросы, и люди перестали так, ну, именно уезжать из Пензы и работать в другие регионы, потому что им доплаты именно по ковиду в связи с таким классным профсоюзом, сильным, без вопросов были все, вот, все, что положено, все доплаты платят, причем доплаты получали даже те, кому под тем указом, которые разработаны правительством, не положено, вот она, сила профсоюза. Так что ситуация выровнялась, еще раз говорю, вот они коллективные действия, которые позволили сохранить скорую Пензы на высоком уровне, то есть им говорили, денег нету, но тут же нашлось после коллективных действий 680 миллионов, и плюс обновился автопарк, то есть сейчас даже такая ситуация, у реанимационных бригад не одна машина, а две, не дай бог вторая сломается, новые укомплектованные. Два года назад все было совсем, ну, было иначе, были просто разбитый автопарк, там одно из требований было, что если вы не выполняете, то есть один из этапов коллективных действий, это то, что водители не поедут на сломанных машинах, а сломанные машины были все, ну, как бы понятно, и вот это вот последнее сломало уже именно администрацию, они пошли на переговоры на уровне Министерства здравоохранения. Про коллективный договор сказал, еще раз говорю, вот эти все моменты, что это очень сложный документ, нам его непонятнее написать, написать коллективный договор, ну, с помощью ресурсов Фонда Рабочая Академия очень легко. Еще раз говорю, это просто надо сесть и написать, это все делается за один день, в дальнейшем просто этот коллективный договор выносится на обсуждение, кто-то что-то добавляет, но уже основа, в которую добавить, она уже на руках. Еще раз говорю, он обязательный документ, потому что одно дело, это вести долгую борьбу именно и просвещение в своем коллективе с помощью тех методов, которые сейчас появились, да, у нас в руках вот этого инструмента. Второй момент, это если возникает какая-то острая ситуация, когда люди, вот как, допустим, в еврейском автономном округе вспыхнули, если было бы у них понимание, на руках коллективный договор, они понимали бы свои требования, не одно какое-то требование, а несколько, которые надо добиться, то, соответственно, борьба развернулась бы в другом русле. Но если уж люди готовы на все, то почему бы не попробовать вот этот вот момент и настоять на этом. Еще раз говорю, коллективный договор, именно проект коллективного договора, надо написать, то есть любой человек, который начинает бороться, уж сесть и потратить один день, ничего сложного в этом нет. Возникает всегда вопрос один и тот же, бороться в большом профсоюзе, который есть на предприятии, либо бороться с помощью маленького профсоюза и создавать свой альтернативный. Ну и еще раз, это вот разговор о том, что надо конкретно по месту. Вы можете бороться и в большом профсоюзе за какие-то права, можете бороться с помощью создания своего маленького профсоюза, можно создать новый какой-то профсоюз, но вот как в Пензе, они просто обратились в профсоюз действия, но видите, профсоюз действия – это такая структура, которая вообще российская, у нас есть все ресурсы, в принципе, с нами начать бороться очень легко. Но опять же, вот я вчера, например, общался с коллективом в Кириш, они говорят, да нет, у нас народ не тот какой-то еще, ну то есть разговор опять тот же, что да все хорошо, только у нас люди не те. Какие не те люди? Я говорю, ну поймите, что люди, они везде одинаковые люди. Есть такое понятие, как интересы, даже у тех людей, не у тех людей. Есть одни и те же общие с вами интересы, вот за них и надо бороться, и вы можете обвиниться вокруг своих интересов, а не вокруг каких-то дрязг внутри, которые растут там годами. Поэтому разговор о том, что не те люди, это не разговор. Чаще всего люди просто, мы профсоюзники приходим и выливаем на людей вот эту всю информацию, им это все не переварить, понимаете? Поэтому бороться надо везде, и в больших профсоюзах. В профсоюзах тоже же люди хорошие, плохие, но они люди, у них есть свои коленные интересы, и работу надо проводить везде. И не говорите, все, вот это вот органайзинг, органайзинг, органайзеры, все, с этими не разговариваем. Эти ЛДПР это тоже не разговариваем. Надо вести и выводить в итоге на свою позицию. Понятно, что мы считаем, что наша позиция правильная, но я лично считаю, что моя позиция правильная, позиция моей партии правильная, позиция моего профсоюза правильная. Я буду проводить эту политику, я знаю, как это все делается, и мне все равно какие-то люди, у всех есть недостатки. Опять же, я был заведующим скорой, у меня был достаточно большой коллектив, то есть 120 сотрудников, все разные люди, но как бы вот именно работа, общий интерес они объединяют, конечно, найдется какая-то кучка, которая будет всегда против всего. Такое есть. Но я всегда, сейчас я понимаю, что вот именно люди с обостренным чувством справедливости, таких в коллективе 10%, а 10% это очень много, это то ядро, на которое можно опереться. То есть, если на предприятии, допустим, тысячи человек, 100 человек, это вот с этим чувством обостренного справедливости, вот на них можно опереться, остальные при грамотно поставленных вопросах, если мы правильно поймем, что нужно всем, ну, а это легко понять, потому что, ну, вот конкретно, вот наша организация, ясно, что мы должны бороться за возвращение опуска за вредность, то, соответственно, за этой активной группой пойдут и остальные. Поэтому вот эти все разговоры о том, что люди не те, это все не то, это просто вот, опять же, наши какие-то субъективные представления, и в основном неправильные. Ну, и вот сейчас возникает еще один вопрос, который вот прямо на повестке дня, то есть, мы боремся в городах, во многих, и вопрос о лидерах. То есть, в наших сейчас идет обсуждение, это то, что одно из требований, которые должны понимать все, это все равно, каким бы ни был коллектив, но какие-то люди будут лидерами, и на этих лидеров будет направлен основной удар. И сейчас основной вопрос, это защита лидеров. То есть, готов ли коллектив встать в забастовку, провести какие-то коллективные действия, если нападут, именно репрессии начнутся насчет вот этих вот, допустим, одного, трех, пяти человек, то есть, костяка, вокруг которых формируется именно борьба. То есть, вот это у нас сейчас прорабатывается, это сейчас открытая тема, потому что опыт показывает, что если нет этих лидеров, и с ними сразу же проведена хорошая работа, то потом это как прививка от профсоюза, и потом на это предприятие можно долго не приходить, причем настолько долго, что, допустим, у нас неудачная кампания была на Васильевском острове, на Неатлоге. Это было семь лет назад, и до сих пор это все аукает, вспоминается, когда приходишь, что ты профсоюз действий, говорит, а, ну, знаем там непосредственно, на Ваське мы знаем, что там творилось, это очень плохой профсоюз. Ну, и от своего профсоюза хочу сказать, что одно дело профсоюза, возникновение, ну, вот мы, например, я обращаюсь опять же к рабочим, к рабочим коллективам, это то, что мы медики боремся за свои права, но медицина нужна всем, поэтому обратил такое внимание, что в коллективных договорах именно на предприятиях нигде не стоит пункта именно о доступной и качественной медицинской помощи. То есть она проседает на предприятиях, она проседает в городах, где эти предприятия есть, и, соответственно, у людей даже нету такого понятия, что они могут и должны это потребовать. Например, недавно слушал выступление человека из ФНПР непосредственно Металлурга, и он говорит, вот у нас там Монетагор, Садка, Челябинск, такие классные профсоюзные организации, у нас там все получается, мы не надо говорить, что в ФНПР это все плохо, вот мы ФНПРовский профсоюз, не надо говорить, что мы поддерживаем Шмакова или что-то, ну и что, что мы голосуем за Единую Россию, но там было много все сказано, но опять же, у меня как представителя непосредственно медицинского профсоюза возникает вопрос, конкретно в Садке, у нас там организация профсоюзная есть, они там проводят компанию для того, чтобы совсем скоро не развалилось, чтобы были сотрудники, хотя бы какие-то остались. В Магнитогорске сейчас проходит, компания не нашла профсоюза, но опять же она там проходит. В Челябинске сейчас водители говорят, что до елки-палки, до каких это пор будет продолжаться, где эти ФНПРовские профсоюзы, неужели этим металлургам, когда они говорят на среднюю заработную плату там 60-70 тысяч, неужели им не нужна скорая медицинская помощь, какая-то другая медицинская помощь, при их градообразующих предприятиях, когда там стоит предприятие, а весь город сформирован вокруг этих дымящих, чадящих труб. То есть получается, что сами по себе эти шахтеры, металлурги, они просто не думают о том, что надо помогать, в том числе проявлять солидарность и помогать вот этим профсоюзам, которые, борясь за себя, за условия труда, борются, в принципе, за сохранение медицины именно в вашем регионе. Поэтому я призываю этих боевых профсоюзов, обратите внимание на профсоюз действий, не только профсоюз действий, там есть и другие профсоюзы в Челябинске, Магнитогорске, в Садке. Помогите, помогите своими большими и, как вы говорите, успешными профсоюзами именно в солидарных действиях. Это тоже, именно солидарность, она как раз одно из ключевых успехов. Ну и, что касается, в принципе, организаций, там, даже рабочие движения, профсоюзы, именно рабочие профсоюзы, они должны объединяться на уровне города и решать проблемы городские, в том числе. То есть, не ограничиваться на своих предприятиях, как, допустим, здесь, да, вот в этом регионе. Вы можете решать многие проблемы, организовывайтесь в советы, раз у вас там все так хорошо. Вы несколькими предприятиями сможете организовать больше. То есть, они рассказывают, как они совсем недавно своими активными действиями, даже с помощью интернета и единичного пикета перед Государственной Думой, смогли отбить изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, когда хотели, ну, партия власти хотела ввести, что если есть маска, каска и респиратор, то, соответственно, вредности на предприятии нет, и вы попадаете, не попадаете под вредное производство металлургии, вы будете идти на пенсию так же, как и все 65-ти. Вот у них это получилось, что в первом чтении приняли эту поправку, во втором-третьем отклонили. Ну вот, классный вариант борьбы. Ну, как бы каска-маска, ну, ваша медицина там на ладом дышит, поэтому я еще раз призываю как бы объединиться, выйти на профсоюз действия, на те профсоюзы медицинские, которые здесь, и решить проблемы со скорой помощью, со стационарами и всем остальным. Ну, то есть, понятно, что мы сейчас развиваемся, надо объединяться, и я думаю, что вот за этим будущее. Плюс еще у нас есть, мы сейчас организуем именно пациентские организации, потому что это тоже один из коньков таких, которые тяжело именно администрации пресечь. То есть, если на медиков можно в рамках предприятия, ну, в рамках организации надавить, то именно организации пациентские, которые ни от кого не зависят, а все у нас есть право проявить инициативу организовать пациентскую организацию. Написать также план, если надо, я обращайтесь ко мне, я расскажу, как сделать пациентскую организацию, и решать на уровне города, опять же, объединив жителей, ну, и опять же, объединив трудовые коллективы в пациентские организации в том числе, ну, вот, решить те проблемы, которые сейчас стоят, и на которые народ как бы смотрит со стороны до тех пор, пока их это не касается. Ну, вот сейчас уже это коснулось почти всех, но так как в запущенном состоянии народ не знает, что делать, ну, вот, организоваться хотя бы в пациентскую организацию, обратиться в профсоюз действия для солидарных действий, я думаю, мы можем спасти медицину, ну, или как-то изменить ход угасания медицины во многих регионах, ну, и, в принципе, в стране, мы к этому идем, мы уже общероссийские, ну, и призываю вступать в наш профсоюз. Спасибо. Первый вопрос. Должна ли вакцинация регламентироваться коллективным договором? Какие требования должны выдвигать работники? Слушайте, ну, в общем, сейчас введено в наше действующее законодательство такие поправки, которые исключают вот эти вот именно в коллективных договорах вопросы о вакцинации. То есть, мы сейчас попадаем расширенно эти списки, именно о декретированных специальностях, и туда практически уже все вошли. Поэтому, включая это в коллективный договор, вы идете против законодательства, вам этот коллективный договор просто завернут, и все. То есть, это на данный момент уже не актуально. Это было, может быть, месяц назад, да, а сейчас это уже против законодательства. Следующий вопрос. Достаточно ли компенсации со стороны государства тем, кто работает в красной зоне? Какие требования должны выдвигаться в этой части? Ну, как показала практика, то есть, непосредственно те, которые работают в красной зоне, если им платят все компенсации, которые положены, то мнение тех сотрудников, которые работают со мной, работают в Санкт-Петербурге, ну, и вообще в профсоюзе это достаточно. Но именно на местах происходит следующее, что каждый регион начинает вводить свои, ну, свою интерпретацию законов, которые спускают сверху, и получается настолько все извращено, что только коллективные действия помогают исправить ситуацию. Ну, они бывают разные, чаще всего обращаются в суд, но именно коллективные действия без суда именно в виде итальянских забастовок все решают именно в пользу работников. Ну, как говорят, на данный момент достаточно, и в принципе сейчас это один из сдерживающих факторов именно всплеска недовольства медицинских работников, потому что, ну, как-то вот эта вот подушка, которая сейчас есть именно выплаты за ковид, сдерживает многих. Следующий вопрос. На ваш взгляд, должны ли профсоюзы поддержать различные инициативы, направленные против введения QR-кодов для посещения публичных мест и поездок на общественном транспорте? Ну, здесь надо вообще в принципе обратиться к профсоюзу, что такое профсоюзная организация, соответственно, профсоюз это каждый, но как решит конкретный профсоюз, так и будет. Здесь можно, конечно, со стороны медиков вести какую-то пропаганду того или другого, либо правительства вести, но вот именно как решают профсоюзы, так и будет. Еще раз говорю, профсоюз это каждый, это не то, что кто-то третий, который придет и что-то решит. Те профсоюзы, в которых я работаю, именно принцип такой, что профсоюз каждый. как решит конкретный профсоюз, как себя поставить в этом, так и будет. Последний вопрос. Есть ли первички действия в частных медучреждениях? Если нет, то почему? Первички действия есть во всех учреждениях, всех типов и федеральных, и частных, и ОМСных компаний, ну, этих учреждениях, бюджетных учреждениях здравоохранения, не ОМСных, бюджетных учреждениях здравоохранения. Естественно, нарушаются права везде работников, поэтому помыкавшись по судам и всем по трудовым инспекциям обращениям, так или иначе приходят к профсоюзной организации, но еще раз повторюсь, да, везде есть, и в частных тоже. С вопросами закончили, выступающих запись нету, поэтому можете не садиться, заключить на слово. Профсоюзное движение на данный момент находится в развитии, за последние два года, я вижу, произошел сдвиг именно в организации профсоюзов. Сейчас мы все больше подключаем различные площадки интернетовские, но мы находимся сейчас именно на том рубеже, когда всем, кто более-менее понимает, что будущее за коллективными действиями, будущее за профсоюзами, у нас сейчас именно идет период, когда мы должны это донести до людей, до работников, до всех. Кажется, что единичные победы, их мало, их мало только потому, что мы, люди, которые знаем, плохо это все доносим, недостаточно. Сейчас люди, которые понимают, круг нас ширится и я думаю, что где-то года через четыре ситуация кардинально изменится и люди будут понимать, что будущее за профсоюзами, будущее за коллективной борьбой в плане улучшения своих именно в плане улучшения своих условий на рабочих местах в плане увеличения зарплаты. Поэтому, товарищи, присоединяйтесь, учитесь, читайте, распространяйте информацию и я думаю, победа, ну не думаю, я уверен, победа будет за нами, потому что даже вот профсоюз действий, медицинские работники, когда говорят, что медицина, там не организоваться и ничего не провести, видите, что медицина одна из первых, где проблемы решаются с помощью коллективных действий. Вступайте в профсоюзы. Спасибо, Криво Викторович. Объявление встречаемся мы в следующий четверг. Тема занятия «Классы и политические партии в современной России». Занятие проводит кандидат медицинских наук Диктор Юрий Денис Борисович. «Классы и политические партии» «Классы и политические партии» «Классы и политические партии»